Всем привет и слава в Украине. Передача «Откровенный разговор» продолжает свою работу. С вами я, Гелла Васадзе. И у нас в гостях хорошо знакомый вам политический аналитик Тофик Зульфугаров. Приветствую, Тофик. Очень рад вас видеть в нашей программе. Здравствуйте, Батона Гела. Рад вас видеть в этот полный событий день. Да, Тофик, честно говоря, мы же договаривались. Более того, я даже анонсировал это сегодня у себя в Фейсбуке, что мы сегодня с вами будем обсуждать Китай, Тайвань, ну, как говорится, и, в общем-то, влияние вот этого всего на мировую политику. Но день действительно полный событий. И, честно говоря, я до конца еще не разобрался, что происходит. Насколько я понимаю, азербайджанские войска нанесли точные удары по армянским войскам в Карабахе. Вот ту информацию, которую я видел. Ну, и на границе тоже были определенные столкновения. И на границе тоже. То есть, давайте разбираться, что происходит. Ну, давайте постараемся разобраться, да, скажем так, сделаем попытку. Ну, прежде всего, хотел бы сказать о том, что нынешние события в армяно-азербайджанских отношениях, я думаю, следует рассматривать в контексте общих процессов противостояния России и Зампу. Нравится нам это или нет, но эта конфронтация, она очень незаметно распространилась на Южный Кавказ. Если, скажем, ситуация с Грузией и Азербайджаном, ну, достаточно стабильна и ясна, да, они как бы, ну, в общем-то, выработали некий алгоритм взаимоотношения с игроками по этой конфронтации. Насколько он стабилен, насколько он долговечен, это, конечно, вопрос. А вот, что касается Армении, тут процессы идут, скажем так, не очень однозначно. О том, что слишком много интересов сталкивается именно в отношении Армении, говорит простое перечисление тех визитов, которые состоялись в последнее время в Армении. Количество телефонных звонков и так далее. Я думаю, что эти события связаны, как представляется, с возможностью смены политического курса Армении, именно в стратегическом плане. То есть то, о чем мы долго говорили, то, о чем говорили многие аналитики, о том, что Россия постепенно теряет свои позиции в Армении, что в Армении общество приближается к пониманию того, что оно хочет, чтобы Армения в будущем ориентировалась на Запад. Вот этот процесс, на мой взгляд, сейчас как-то усилился. И во всем этом, вот этих глобальных, скажем, сдвигах, которые мы видим, на первый план выходит, как мне кажется, Зангизурский коридор, тему Зангизурского коридора. Почему? Потому что мы понимаем, что в долгосрочной перспективе говорить о каких-то возможностях взаимоотношений, экономических взаимоотношений России с Западом или в западном направлении, в европейском направлении, не приходится. Там тенденция к свертыванию этой экономической активности, этих связей. И думаю, что этот процесс, он необратим, и достаточно долгое время будет занимать, как минимум, так сказать, надо готовиться к годам вот этой вот заморозки этих отношений. Поэтому в стратегическом плане совершенно естественно выглядит активизация экономических контактов, может быть, связей, сотрудничества в южном и в восточном направлении. Говоря о Востоке, мы говорим о Китае прежде всего и Юго-Восточной Азии, которые не присоединились к санкциям, скажем так, против России, и о южном направлении. Южное направление – это Азербайджан, как коммуникационная связь России с Турцией, Ираном, в перспективе со странами Персидского залива, Пакистаном и Индией. То есть вот такое вот южное направление будущей экономической активности уже сегодня прослеживается. Ну и все хорошо понимают, что экономическая активность, она прежде всего базируется на железнодорожном сообщении. Это как такой некий базис, из которого говорить о развитии экономического сотрудничества не приходится. И вот когда мы подходим к этому моменту, мы видим, что Зангизур в данном случае – это не только связь остальной части Азербайджана с Нахичеванью, а это прежде всего исторически существовавший там железнодорожный стык между железнодорожной сетью Советского Союза и Ирана, и чуть далее через территорию Нахичеванья на территории Армении железнодорожный стык с Турцией. И поэтому даже встреча Астанинской тройки, несмотря на то, что как бы не звучала тема обсуждения вот этого Зангизурского коридора или восстановления железнодорожных связей, ну, по крайней мере, официальных таких заявлений мы не видели, за исключением одного твита, который опубликовал лидер Ирана о, как он выразился, тысячелетних контактах вот в направлении Зангизура. Вот. Это нам дало основание предполагать, что, в общем-то, речь идет о Зангизуре в том числе как в главном составляющем звене вот будущего, так сказать, вот этого вот направления экономической активности. Ну, звучало много разговоров о спилотниках иранских, о каких-то рейсах, которые вылетели из Ирана, приземлились где-то в России и так далее. В общем, эта информация, она вот как-то была. Но я думаю, что все согласятся со мной, что без железнодорожного устойчивого сообщения все это невозможно. И поэтому вот та напряженность, которая сегодня возникает, мне кажется, что косвенно связана вот с этими событиями. Потому что очевидно, что России на сегодняшний день мало интересны такие географические точки в Армении, как в Юмрии, например. Вот там и находится военная база России. Но ей мало интересен в том числе и возможности миротворческого контингента вот в этой зоне в Карабахе. А вот Зангизур и контроль над ним, как это прописано в заявлении от 10 ноября, вот это тема, которая становится все более и более актуальной. И мне кажется, на фоне вот этого всплеска активности мы видим, что конфликтность или конфликтное поле, оно перемещается из Зангизура и из Карабаха в Зангизур. Кстати, если вы помните, мы с вами об этом говорили примерно год назад. Вот. И тогда я сказал, что конфликт, как бы, как система управления, она легче будет поддаваться, скажем, управлению извне, если она будет происходить на поле вот этой железной дороги, коридора и так далее. Потому что население, которое есть сейчас армянское в Карабахе, какие-то там посты и так далее, все это затрат. А ведь ситуации и регионы можно управлять, контролируя этот коридор. Поэтому те сценаристы, которые рассматривают нашу ситуацию, нашу территорию с точки зрения ведения вот этих вот геополитических игр, я думаю, что перемещают свое внимание от Карабаха в Загитию. Я вот... Большое спасибо за интересный развернутый ответ. Я просто пытаюсь для себя сформулировать и понять следующую вещь. Контроль над Арменией в целом означает ли для русских и контроль над Газангизуром? Так или нет? То есть в чем... А вот тут проблемы. А вот тут проблемы. Это мы с вами рассматриваем Армению в целом. А игроки могут рассматривать и Загитизур отдельно от Армении. То есть русские могут рассматривать Загитизур под своим контролем без Армении? А почему вы думаете, что это исключается? А как? То есть... Я имею в виду, ну, возможно... Технически очень просто. Такая же операция по поддержанию мира в Загитизуре, а Армении может везти на Запад. Возможно, конечно, Загитизурская народная республика такая же, как... А почему вы думаете, что она менее, скажем, имеет основ для существования, чем Херсонская? Ну, Херсонская, она все-таки... Дед, Херсонская никакой основы для существования, конечно же, не имеет, но дело в том, что все-таки Херсон это какая-то там территория. И Херсон это область, это город и так далее. Даже дело не в этом, дело в том, что оставим себя в покое, Херсон, Херсонская область граничит с Крымом. А с кем граничит Загитизур? С Азербайджаном? Ну и... Который заинтересован в железной дороге, который может встать и получить дивиденды от транзита, коммуникаций. Тогда получается, тогда получается странная ситуация, что Россия в принципе подвешивает свое присутствие в Загитизуре на Азербайджан? Я, честно говоря, в этом не вижу ничего плохого. Нет, я в этом вижу что-то странное. А? Уйти... Что вы видите? Странное в поведении России. Плохо, хорошо, я в этом, в этих категориях сейчас не рассмотрю. Давайте говорить о том, что Россия сегодня... оставляет Армению и фактически свое присутствие в Загитизуре обуславливает отношением к этому к Азербайджану. Азербайджан и Турция завтра скажут, что там Россия там абсолютно не нужна. Зачем? Они же хотят, они хотят быть партнерами Ирана, Турции, России. И в Астане об этом было сказано. И Турция, и Иран занимают особую позицию по отношению к противостоянию Запада и России. Турция. Турция не идет только об Украине. Особую позицию имеют более чем 150 государств. Так. Ну, за исключением, так сказать, рамштайнерских, скажем так. Ну, и Россия, Беларусь с другой стороны. Поэтому в данном контексте, я думаю, что отношения практически для России с Турцией имеют очень большое значение. Мы только слышим обголоски этой зрителей и солнца. А почему нам вы не дадите Байрахтары? Почему нам хочется купить, не знаю, дроны из Ирана? Это только обголоски, это вершина айсберга. А что там снизу? Много чего может быть? Технологическое сотрудничество вполне возможно. Ну, братья Байрахтары так не считают. Я не собираюсь сейчас говорить о том, что насколько это возможно и какую цену России придется заплатить за Байрахтар. все подчиняется торговле. У Турции с Россией длинный список вопросов, по которым ведется постоянный политический диалог. Назовем его дипломатический, но на самом деле торговля. Это и Сирий, и сирийские темы, и азербайджанское направление, среднеазиатское направление и так далее и тому подобное. Я не исключаю того, что может быть на фоне украинских событий да, это маловероятно, но в перспективе если Соединенные Штаты несмотря на обещание администрации продать обновленный F-16 и модернизировать оставшийся Конгресс сейчас принимается решение о том, чтобы заблокировать действия администрации. Поэтому мы видим, что темы для торгов они всегда есть. Турция не может себе позволить роскошь выбрать хороший белый пушистый запад и там поссориться с плохим плохой и нехорошей и неправильной Россией. Она всегда будет выбирать то, что ей выгодно. Потому что мы часто говорим, что западная политика или прозападная ориентация это очень хорошо. Да, конечно хорошо. Я говорю, что хорошо. Потому что цивилизационно они находятся впереди. они представили самый лучший вариант социального устройства и политического устройства. Да, цивилизационно они победили. Но другой вопрос, они нас там ждут в своем золотом миллиарде или нет? Вот у меня всегда складывается впечатление, что не всех нас там ждут. И поэтому они могут быть хорошими, но если они меня не хотят принимать в партнеры, то мне приходится исходить из того, что есть. Вот логика и психология того, как в Азербайджане мы и как в Турции и в любых других странах из тех 150, которые находятся вне Рамштайна и Белорусско-Российского Союза, будут делать свои выборы. реальная политика. Поэтому я думаю, что все подчинено каким-то конкретным интересам. Нет, это понятно. Просто возвращаясь к тому, что сейчас происходит, у меня лично складывается такое впечатление, что речь идет о конкретном весьма кейсе, речь идет о Лачинском коридоре и о том, что дорога построена дальше. Речь идет о взятии под контроль городе. те же армянские телеграм-каналы тоже пишут о том, что Азербайджан занял высоты вокруг Лачинского коридора. Азербайджанские телеграм-каналы пишут, какие высоты, но там нужно не лезть в карту, а сейчас просто я не стану этого делать по ходу записи. Где эти высоты? Наверное, да, они где-то там в районе Лачинского коридора, потому что там называются высоты, я просто не знаю географию так хорошо там больших мест. Давайте определимся с тем, какой вид это может иметь, как это квалифицировать. Это не армейская операция, это операция, мы ее называем антитеррористическая, потому что там противостоят нам в лучшем случае какие-то силы, которые не вооружены тяжелым вооружением, потому что тяжелое вооружение сконцентрировано в двух точках, которые находятся под контролем сил по поддержанию мира. Поэтому расчистка территорий от непонятных людей, которые создали вооруженные формирования, противоречащие конституционным основам Конституции Азербайджана, это антитеррористическая операция. Речь идет о целях операции, военная операция, централистическая это цель операции. Цель операции это и все остальное восстановление суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, устранение техни, а это же поэтапно, надо начинать в первую очередь со сферы безопасности. Сферу безопасности в соответствии с договоренностями от 10 ноября должны обеспечивать силы по поддержанию мира. Нигде там не сказано, что силы по поддержанию мира обеспечивают безопасность армянского населения самопровозглашенными структурами. Если мы возьмем опыт других государств, мы увидим, что на каком-то этапе силы по поддержанию мира трансформируются в какие-то структуры, которые выполняют полицейские функции. Но не надо нам там так сказать какое-то тяжелое вооружение изымать или еще что-то делать. нейтрализовать тех, кто ходит с автоматом и тремя рожками изображает из себя черти что. Безопасность, если они хотят, в первую очередь обеспечивают силы по поддержанию мира. На втором этапе, я думаю, что внутри этой зоны могут быть сформированы какие-то временные силы в начале трехкомпонентного состава, силы по поддержанию мира, азербайджанская военная полиция и какая-то охранная структура, которая на бюджете Азербайджана будет нанимать для охраны и для исполнения полицейских функций в совместных патрулях армянское население. Вот примерно путь туда. А изображать из себя какую-то армию, главнокомандующих и так далее, об этом надо забыть. Но я опять бы хотел вернуться к тому, с чего мы начинали. Это все, скажем, некая картинка. А причина вот такой эскалации, причем надо заметить, что инициаторами эскалации в данном случае выступает армянская сторона. Почему? Потому что у нее существуют серьезные проблемы именно с позиции российской стороны, которая также присоединилась к требованиям о выводе оттуда армянских военнослужащих. Через два года после капитуляции Армения вдруг решила обеспечивать, самостоятельно объявить себя гарантом безопасности армянского населения Нагорного Карабаха на нашей территории. С чего это вдруг? А для чего тогда русские миротворцы? Это что продолжение той же самой политики, которую они проводили 30 лет назад? Надеяться на то, что Азербайджан примет это, конечно, нельзя. Исходя из вышеизложенного, вот это вся обострение, ведь ее в корне лежит другая идея. Идея заключается в том, что используя конфронтацию Запада и России, постараться на основе вот этих столкновений, создания информационного фона, постараться туда привлечь какие-то другие силы, либо международные организации, либо какую-то из западных стран. Вот в чем смысл. И одновременно с этим мы как бы подходим к теме контроля над загизунских коридор. Теперь связка логичная и она полностью ведут. Сразу же возникает несколько вопросов. Во-первых, армянские войска там находились сразу после ноябрьского соглашения, находились до давнего времени. Ничего особо сверх не происходило за исключением других движений. Дальше вроде бы как они заявили о том, что они выводят свои войска. Было заявление по поводу того, что Армения выводит свои войска оттуда. И единственное я опять почему иду к Лачину, потому что единственный камень преткновения, который был в данном случае, то что Азербайджан построил дорогу обходную и это записано в соглашении. И насчет этой дороги, насчет контроля над этой дорогой и было так. Поэтому я предположил, что речь идет о демонстрации силы и о контроле над Лачинским коридором. Давайте несколько определимся с понятийным аппаратом, как говорится, среди экспертов. но прежде всего, что такое силы по поддержанию мира? Они должны обеспечивать безопасность. Но ни в одной стране мира силы по поддержанию мира не осуществляют пограничные таможенные форексы. Во-вторых, почему актуализировался этот вопрос? По одной простой причине, что воздействие Армении на армянское население в Карабахе на территории Азербайджана мы считаем деструктивным. Потому что премьер Пашинян однозначно объявляет о том, что мы будем продолжать нашу арцавскую политику в новых условиях. Это означает только одно попытку аннексии территорий. То же самое, что было 30 лет назад. Поэтому, чтобы ограничить любое деструктивное воздействие на эту территорию, на нашу территорию, мы, естественно, должны закрыть границу. Мы не против гуманитарных связей, мы не против того, чтобы люди там общались. Но когда постоянно пытаются туда, и на уровне заместителя министра обороны Армении объявляется, что мы туда будем посылать не призывников, а контрактников и так далее и того подобное. Причем нам давно известно о том, что у них нет личного состава для того, чтобы обеспечить патрульно-постовую службу. Поэтому они под разными видами засылают туда личный состав из Армении, называя контрактниками, добровольцами, еще кем-то, и вот эту патрульную службу несут. У нас вопрос, а зачем вы несете эту патрульную службу? Какая функция? Русские там есть, а вы причем? Вы изображаете линию соприкосновения? У вас нет возможности изображать линию соприкосновения. Все, закончилось тем, линии соприкосновения больше не будет. То есть позиция Азербайджана она логичное развитие нашей общей скажем политики в отношении восстановления территориальной целостности и суверенитета. На нашем месте любое государство поступило бы так. Проблема с тем, что некоторые внешние игроки и общественность Армении основная часть не может понять, что ситуация полностью изменилась. И мы не собираемся играть ту игру, которая была 30 лет назад. Мы сильны. У нас есть союзник. Геополитический союзник, традиционный армянский геополитический союзник России сейчас не в той ситуации и не имеет такого желания, как обеспечивать политические амбиции элиты Армении. И хочет она эту. А может нет возможности, да и незачем. Ей легче выстраивать отношения с Азербайджаном, с Турцией, с кем-то еще, без вот этого, так сказать, раздражающего элемента в виде армянских амбиций, которые, так сказать, на протяжении 30 лет сыграли противоположную, так сказать, службу, противоположный эффект дали в отношениях к России с Азербайджаном и Турцией. Сейчас этого фактора отсутствует, он не нужен. И поэтому наша беседа началась с того, а что же сейчас может интересовать Россию? Я привел эту тему к коммуникации. И, по-моему, достаточно логично. Я не знаю, может, то, что я говорю, выглядит очень по-азербайджански, скажем, то есть отражает азербайджанскую позицию. Но я пытаюсь, так сказать, анализировать вот с точки зрения России. Ну, что ей делать в Бюмри, когда у нее прекрасные связи, там, я не знаю, с Анкарой? Если американский эсминец подплыл к Босфору, но не прошел через Диу, вот и все, вот этого достаточно. А причем здесь карабахская тематика. тема Карабаха закрывается. Она перемещается в Зангизур. Для того, чтобы управлять регионом, Азербайджаном и Арменией, теперь, грубо говоря, разменной картой будет Зангизур. Вот и все. Вот о чем я хочу сказать. Так, Торфин, я-то согласен с тем, что для русских Зангизур важен, контроль над Зангизуром важен, но просто так, как Зангизур это Армения, контроль над Арменией обеспечивает русским контроль над Зангизуром. То есть, зачем строить базу в того, что вот в этом новую базу тогда, зачем в Гюмри сохранять базы, за тем, чтобы чем больше... Мы же с вами говорили об этом, потому что общество армянское говорит о том, что мы хотим на Запад. Мы с Запада можем получить инвестиции, мы можем создать рабочие места, мы можем прекратить демографическую катастрофу с оттоком населения. От России мы ничего не получим. Если говорить о будущем Армении как государства, то альтернативы западной ориентации для Армении нет. У них нет ни нефти, ничего, они не могут выстроить свою линию сохранения своей государства. Поэтому они хотят быть частью Запада. Запад их зовет к себе. Я думаю, что белорусы тоже хотят быть частью Запада. Ну, белорусы покупая... Они другой способ нашли выживать. В общем, нет, конечно, будем посмотреть, но это как бы... Просто насколько глобально вот то, что сейчас происходит в Карабахе, это не про контроль Золочинских коридоров. Я просто еще раз повторяю вопрос, потому что ну... То, что... Контроль Золочинским коридоров вопрос решен. Пока нет. Пока нет. Россия сегодня не пойдет на конфронтацию с Азербайджаном и Турцией и Золочинского коридора. Вот это сегодня ясно. Надеюсь, с этим вы согласитесь. Так я и говорю, но для того, чтобы его взять, нужно же что-то сделать и вот сейчас делается. Я про это говорю. Совершенно верно. И Россия будет на нашей стороне. Вот это все. Такая же ситуация возможно повторится в Зангизуре, как я говорил. Такая же ситуация, то есть... А, ну вот это уже другой момент. То есть Россия... Как это другой момент? Так я об этом выговорю уже. Не-не-не-не. вы говорите о том, что вы говорили с вами о Зангизурской республике. А договоренности между Россией и Турцией и Азербайджаном по поводу передачи Зангизура это уже другой момент. Это уже совсем другая история. Так ведь? Почему? Если мне нужна дорога... Если Россия контролирует эту дорогу, это одно. Если эту дорогу контролирует Турция или Азербайджан, это другое. Ну, какие-то силы по поддержанию мира, включая и иранский контингент, почему вы думаете, что это невозможно? Иранский контингент там? Вместе с русскими? Я бы... У меня просто русские, турки и иранцы в Зангизуле. Не, у меня просто воображение не хватает, чтобы вот это все представить себе. Не, ну, после того, что происходит в Украине, я думаю, что воображение вполне реальное. Вам нужна железная дорога. Ну, придумайте какую-нибудь декорацию, чтобы держать ее под контролем. Причем список участвующих в этом декорации заинтересованных сторон, я просто накидываю, грубо говоря. И равно нужно, так сказать, проявить себя регионально. все захотят иметь свою руку на этой точке, где сегодня, как мы видим, сошлись интересы многих игроков. Запад, естественно, хочет блокировать этот проект. Россия, Азербайджан, Турция и Иран, пока Иран, так сказать, видно, не увидел своей роли до конца, поэтому, так сказать, и так активен. Они видят конкретно свою заинтересованность в создании этого коридора. Армения противится этому по естественным причинам и хочет уйти на Запад. Правильно? Тогда с точки зрения России уход Армении на Запад без Зангизуров абсолютно логичен. Нет, хочет ли Армения уйти на Запад и уйдет ли Армения на Запад, там тоже разное мнение. Кто-то говорит да, кто-то говорит никогда Россия этого не допустит. А что делать с населением? Вот Украина, украинские населения, люди захотели увидеть себя на Запад. Вот что с ними-то? Вы можете придумать что угодно. Переубедить людей, что лучше быть на Западе, чем с Россией, которая полностью находится в политическом и экономическом кризисе. Вот какие аргументы приведут. Карабах не работает. Сегодня тема Армении в Карабахе не работает. турецкая угроза, азербайджанская угроза, что они захватят всю Армению. Что это, не аргумент? А как там жить? Где? В Армении? В Армении. Если там не будет серьезных западных инвестиций, как там жить? Как там жить, если она не будет частью с открытыми границами с Турцией, с Азербайджаном? Как она будет торговать? Чем будут люди заниматься? А вот это как раз то, чего добивается Россия, добивается создания своей экосистемы, замкнутой на нее. И чем больше стран туда войдет для России, тем лучше. А как это сделать без Зангизура? Железная дорога нужна России, чтобы поддерживать связь с Арменией? Железная дорога при том, что есть контрольная железная дорога России нужна, но его можно открыть без проблем вообще? Какие проблемы? Какие проблемы? Проблема это позиция Азербайджана и позиция Турции, которые говорят однозначно. Ребята, у вас есть обязательство открыть нам дорогу через Зангизурский коридор. Мы два года вам даем коридор Лачит. Так они если отказываетесь... Русские же не дают опять-таки. Русские же не дают проблема для них сейчас проблем нет открыть да пожалуйста берите под нашим контролем вот дорога все прописано какие проблемы у русских? У них есть проблем общественные изменения Армении у них есть проблемы это привязка вот мы для вас сохраняем возможность использования Лачинского коридора. А теперь Азербайджан ставит вопрос мы друзья вы с Турцией друзья и смеется американского флота не пропустили через Босфор да грубо говоря а вы нам тут в Лачине ну как-то не выполняете свои обязательства которые вы взяли два года назад как это понимать русские сейчас выполняют свои обязательства я про это я говорю про Лачин русские сейчас как раз таки выполняют свои обязательства тем более что сегодня вот сейчас сегодня встречались министр странных дел Турции и России в Катаре или где они встречались где-то они встречались сегодня буквально было здесь здесь в данном случае так я еще раз говорю Россия в принципе в данной ситуации то что происходит вполне логично укладывается Армения под их контролем Карабах Азербайджану но российские войска там остаются и российские войска там будут оставаться как гарант безопасности и не нужно никаких других войск совсем так есть одно но Азербайджан недоволен этой ситуации а если Азербайджан недоволен то и Турция недоволен это да ну и вчера мы и свинец не пропустили через боскор завтра пропустят ну там у США и Турции свои терки свои свои разборки сегодня которые связаны если речь идет о большой торговле то почему бы нет там много завязок и смеется это как пример на такой наиболее конечно в итоге там очень много завязок и все ведет в 2023 год я к тому говорю что логично со стороны России создание их экосистемы и в эту экосистему они бы хотели бы включить и Азербайджан и Турцию в идеальном варианте вообще Турцию в идеальном варианте мы говорим загизурский коридор и конечно же Армению и в общем-то лучше если Турцию включать в эту экосистему то почему бы Грузию не включить в эту экосистему то есть все хотя Турция и Грузия это Рамштайн в общем-то все что но в конечном итоге для русских самое главное сейчас самый главный путь сейчас и кстати Путин это сказал в Тегеране речь на старах вот эта железная дорога которая очень важна для русских север юг принципиально согласен с вами но дело в том что мы в свое время 500 миллионов выделили по строительству но эта дорога не была построена и когда мы говорим о Зангизуре я все-таки хотел бы напомнить что там 42 километра по-моему по армянской территории проходит а от границы на севере российской до Зангизура по-моему 400 с лишним железных дорог это по территории Азербайджана поэтому недовольный Азербайджан это очень большая проблема так а чем в данном случае Азербайджан будет недоволен если Лачинский коридор будет передан там будет РНК находиться до какого до 25 года или до 26 года мы хотим чтобы реинтеграция Карабаха в Азербайджан проходила в соответствии с договоренностью нам не нравится когда из Армении туда приезжают военнослужащие нам не нравятся попытки строительства линии оборонных позиций для стрелкового оружия нам это все не нравится если Лачинская дорога переходит под контроль Азербайджана то все что не нравится получается вопросы сняты так совсем у нас большой список вопрос нет по поводу армянских военных вопросы снимаются Лачинская дорога так ведь не по воздуху там есть две категории армянских военных есть известного населения а есть которые приходят из Армении у нас недовольство вызывает и то что местные военные почему-то и полиция и служба безопасности сохраняют свои функции это при примерно 20-30 тысячах населения это нас тоже не устраивали это вопрос КРНК уже ну да конечно 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 это вопрос КРНК уже то есть нам надо нам надо вернуть тех людей которые должны вернуться в свои дома в золы и так далее и того подобного у нас у нас есть четкое представление того чего мы хотим не знаю в рамках которых в рамках которых этих представлений мы будем требовать от России которая заинтересована во всем вышесказанном ною требования удовлетворения наших интересов все все логично нет понятно что это логично я к тому говорю что вот все что вокруг Карабаха это очень логично то что Россия выстраивает свою экосистему и очень хотела бы втянуть в эту экосистему в Азербайджан Турцию не получится вряд ли но Азербайджан очень хотела бы втянуть это тоже логично а Иран получится Иран уже получается хотя тоже может отбежать то что Россия вот так вот скажет ребята а вы знаете пускай Армения уходит на запад это нелогично то что Россия скажет нам нужен Зангизур, но не нужно Армениям. Я тоже, честно говоря, не вижу этого варианта. Потому что все так или иначе... Ну, давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Но сегодня ясно, что Зангизурская тематика она сейчас уже идет наравне с Карабасом. По степени упоминания. Что называется, будем посмотреть. Действительно, потому что речь идет о том, что русские вполне могут открыть железную дорогу, автомобильную дорогу. Договорившись с армянами и заставивали в конечном итоге. Это могут. Могут это сделать. Отдать кому-то контроль. А что делать с людьми, которые хотят интеграции Армении с Западом? Мы об этом уже говорили. Люди хотят интеграции Армении с Западом уже давным-давно. Все хотят интеграции с Западом. Но это не значит, что везде влияние Запада, а не влияние России. Ну, говоря о интеграции, мы немножко кокетничаем. Все хотят получить от Запада какие-то деньги на разборку. Понятно, да. В это и есть. Потому что просто так за красивые глаза никто никого не любит. Вот. А если Запад говорит прогоните Россию, тогда получите деньги. Что делать армянам? Прогнать Россию? Да. Это откровенно звучало... Помните, был такой Болтон, да? Советник по национальной безопасности. Во время его регионального визита еще сколько лет. Года три назад. Он откровенно сказал, а что вы оружие покупаете в России? Покупаете у нас. Вы знаете, я вот сейчас, сейчас потихоньку дошел до возможного замысла русских. Может быть, речь идет о том, что теряя... Ну, в принципе, вполне логичный замысел. Была подвеска под Карабах. А сейчас подвесят под Зангизур. Зангизур? Да. Именно поэтому русские не уйдут из Армении. Именно поэтому они будут там находиться до тех пор, пока у них будет ресурс. А идем дальше. Ресурсов меньше. Удержать всю Армению и содержать ее тяжеловато. А вот этот кусочек под своим контролем держать и получать все дивиденды от экономического так сказать взаимодействия с Турцией и Ираном более реально. Итак, Запад кормите Армению и развивайте ее за исключением Зангизура. Ведь в Армении Зангизур-то совсем недавно с 20-го года. И Армения, и Азербайджан, и Грузия совсем недавно по этим меркам. Ну, да. Как национальное государство в тех границах, в которых мы существуем. Тут вспоминаются слова Путина. Он говорит, вот кто с чем вспомнит, да, он сказал? Вы прервались. Вы прервались. Я говорю, Путин сказал, кто с чем в Советский Союз пришел, тот пускай с тем и уходит. Так он не дает на бойтесь с тем, чем мы пришли. Нет. С какими территориями? Ну, с территориями, вот с теми территориями. Помните, да, его обоснования, обоснования Крыма, там, претензии, там, в отношении Казахстана. А мы-то в Советский Союз в 20-м году пришли с Зангизором. Пусть отдает, где там, Советский Союз 22-й год, послушайте. Советский Союз 22-й год. Ну, так хорошо, с федерацией, федерацией, союзиация у нас была, так сказать. Нет, но, с точки зрения Путина, он должен сейчас отдать все Грузии, но наоборот, они считают, что Грузия, да и вообще, они считают, что нас нет, давайте, по-честному. И всегда считали, что у нас нет. Ну да, да, с кем. Гела, понимаете, вот я вам просто дал пример того, как можно подо всю подогнать какую-то идеологическую основу. Да, конечно. Идеологическую основу можно подогнать. все зависит от того, на какой стороне вы находитесь, на какой стороне линии фронта вы находитесь. Поэтому об этом говорить мы можем бесконечно. Но то, что я понимаю, я вижу, что прессинг, который оказывается на руководство Армении, этот визит Бернса и так далее, и тому подобное, звонки госсекретаря и все остальное, это показывает то, что давление на Армению, на ее руководство усилилось и попытки отторжения, они налицо. Потому что не успеет приехать кто-то там, я не знаю, на ФРУ, так сразу приезжает кто-то из СВР, и так далее. То есть, мы видим, что конкретные элементы конфликтности перед глазами. Конечно, полное содержание всех этих контактов там неизвестно. Но примерно себе представить-то можно, о чем они говорят? Ну да, примерно представить-то можно. Если упростить, если подняться на высоту птичьего полета, что называется, а не смотреть с холма по классификации Гумилева, то мы можем сказать, что просто идет очень жесткая борьба между Западом и Россией за постсоветское пространство. Западом это США. За постсоветское пространство. Очень жесткое. И главное, уже пришла эта конфронтация на Южный Кавказ. И Запад будет действовать не менее жестко, я думаю, чем Россия. В США будут действовать не менее жестко. Вы знаете, я сказал, что пришла эта конфронтация на Южный Кавказ. Нет. Это некая новая волна после Украинской войны. Понимаете, это новая версия конфронтации сейчас как бы перед нами. Одну из вариаций развития ситуации мы сегодня с вами обсудили. Будем посмотреть, что дальше. Абсолютно верно. При всем при этом страны Южного Кавказа при этом пытаются решить свои локальные проблемы, что тоже абсолютно понятно. На фоне этой конфронтации глобальной. Ну, я согласен с вами. Вот посмотрите на нашу ситуацию. Мы подписали как бы соглашение об увеличении поставок газа и одновременно, так сказать, как бы пытаемся играть с Россией в вопросе создания этого Зангизурского коридора. Понимаете, нам тоже приходится играть на многих полях или пытаться играть. Я вам больше скажу, вы сейчас играете с Россией не только в вопросе создания Зангизурского коридора, вы играете с Россией в вопросе транспортных коммуникаций вообще, потому что через Зангизурский коридор, на самом-то деле при его пропускной способности, даже если будет иранский дубляж, это минимум. Необходимо будет включать все дороги, если учитывать, что Россия перекрыта полностью, другое дело, что Россия с ее сокращающейся экономикой, у нее могут быть все меньше и меньше потребностей. Но это уже мы не знаем, как будет, что будет. Ну, конечно, мы все-таки второстепенное значение имеем. Я думаю, что многое зависит от того, как будут сформатированы взаимоотношения между Россией и Китаем. Вот это стратегическое направление, от него многое будет зависеть. И об этом мы должны поговорить. И об этом мы должны поговорить. Собирались об этом поговорить. Но я думаю, что мы тоже не зря потратили время зрителей. Думаю, это было интересно. Думаю, что ситуация очень динамично развивается, потому что мы только имеем первые сообщения, которые еще непонятно, что это такое. Речь идет о кругломасштабной операции, речь идет о каком-то эпизоде и так далее. Поэтому будем наблюдать, что называется. Большое спасибо, ТОФИЛ, за очень интересную беседу. И, конечно же, мы вернемся к этой теме неоднократно еще раз. Спасибо, Гева. Передаю благодарность вашим зрителям за терпение, которое они проявили, слушая нашу передачу. Я думаю, что они тоже благодарны. Спасибо, дорогие друзья, за то, что были сегодня с нами. Всего доброго и до новых встреч. До встречи. Субтитры До новых встреч. Продолжение следует...